И сейчас, товарищи, мы с вами пройдемся по залам египетской коллекции, которая в свое время поразила мое воображение. Я не буду прям очень подробно вам тут все показывать, но ее объем и качество найденных вещиц, они, конечно, превосходят все, что я когда-либо где-либо еще видела. Это просто что-то невероятное. Посмотрите, резьба по кости. Посмотрите, ониксовые сосуды. Там вот мебель, сохранившаяся. Видите, старые кровати. Статуи, колонна из храмов. Основная масса коллекции, как я поняла, создавалась во время войны. То есть, я так понимаю, пока всей Европе было не до того. У американских египтологов была возможность делать экспедиции и спокойно, не спеша исследовать Египет и вывозить оттуда вот это вот все. Я не была в Египте, я очень хочу съездить и посмотреть, а там-то в Каирском музее вообще что лежит. Потому что может там оказаться такой же эффект, как и в Афинах, когда мы пришли в афинские музеи и поняли, что то, что там сохранилось, да, и то, что там сейчас выставлено в музее и бережно, красиво экспонируется, да, это просто сотая доля от того, по количеству и по качеству, от того, что было вывезено и что выставляется во всех других музеях мира на тему греческого искусства, греческих статуй и всего остального. Ну вот, я не знаю, может быть, я не права, но у меня ощущение, что египетская коллекция здесь является самой репрезентативной в мире. Я сейчас тут еще похожу, и вы поймете, почему я так думаю. Ну вот, например, взяли стены храма и перевезли целиком. Останчайшей резьбой. Вот, посмотрите. Смотрите, у него утки дохлые висят в руке. Это, видимо, какой-то к пиру, что ли, готовится, несут всякие ясты на тарелках. А вон внизу показано, как быков забивают, видимо. Вон, смотрите. Там женщина-рабыня что-то делает такое. Твидимся. Точно. Вон. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова. Настя. Когда-то очень давно Анечка, моя тетя, водила меня на лекции по египтологии, которую читал прекрасно лектор Ривкин в московском центре планетариум. Мне было совсем немного лет, может быть, где-то до десяти, но в том числе там рассказывали и объясняли иероглифы. И мы даже учились, была такая рабочая тетрадочка, ее выдавали, и можно было учиться писать самому иероглифами и понимать написанное. К сожалению, я посетила буквально пару лекций и не успела хорошо их выучить, но некоторые из иероглифов, которые я сейчас вижу, я их узнаю. Мы ими занимались, мы их чертили, мы на них смотрели. Возможно, если бы я прошла полный курс, я бы могла хотя бы частично понимать то, что на этих стенах. Настенное панно из гробницы царя Джазера. 2630-2611 год, Рождества Христова, Третья династия. Вот, видите, как. И вот, к сожалению, я же сюда прибежала буквально на пять минуточек. Буквально за два с половиной часа до закрытия, в пятницу вечером. И вот что я тут сейчас успею вам показать, и что я тут успею посмотреть? Да совсем чуть-чуть. А в этом египетском зале, только в египетской коллекции, мне кажется, можно неделю просидеть, все это изучая и рассматривая. Ну, учитывая, что, собственно, история Древнего Египта насчитывает около трех тысяч лет. Есть о чем просветиться тут. Вот фигура раба. Они передают позу. И, в общем-то, его эмоциональное состояние, даже при том, что лицо повреждено, оно, вообще-то, очень неплохо передано позой. Вот, смотрите, с краской сохранились фрески. Я так понимаю, это в том храме, который, куски стен, которого я вам показывала. Там, видимо, тоже они были с краской. Женщина сидит. Телефон, к сожалению, не очень хорошо берет. Глазом лучше виден рельеф. Деревянная скульптура. Ребят, двадцать четвертый век до нашей эры. Вот левая вообще потрясающая просто. В общем, вполне себе близка к грекам по уровню изобразительного. Интересно смотреть маленькие сосуды канопа, как я понимаю. И интересный персонаж. Это, судя по всему, мама-обезьянка, прижимающая к себе маленького обезьяненка. Я такой не встречала. А вот интересно, что это подарки к юбилею царей шестой династии. Ну, в основном, женщинам. Это были сосуды для экзотических масел, которые считались, что они обладают омоложивающими свойствами. Вот как. У меня такое же было состояние, когда я бывала в других знаменитых мировых музеях, в том числе, например, по Лувру я ходила, я сама уже даже не успевала смотреть, я не успевала вглядываться в то, что я видела. Мне хотелось как можно лучше зафиксировать. И показать это друзьям и близким. Потому что, ну, этого же никто не увидит, если я не сниму. И вот я сейчас с точно таким же чувством тут бегаю и пытаюсь просто вот все, что хоть как-то цепляет глаз, заснять. Потом, может быть, в записи, знаете, поспокойнее посмотреть. Вот эти я помню еще с прошлого раза погребальные лодки с рабами. Клали в могилу, чтобы на том свете у господина были все привычные ему удобства. Как у нас, наверное, надо с шильдиком отмерено хоронить нового русского. Вот так же там хоронили с лодкой и рабами, с гребцами, как основным транспортным средством. Это было найдено в гробницах и лодке. И вот эти вот, то, что я сейчас буду показывать, домики с комнатами, было найдено в гробницах Микетре. Видите, прям целые помещения со скотом, с рабами. Вот, я так понимаю, все, что в доме вот было, да, ну, видимо, в большой какой-то богатой усадьбе, вот все вот это захоронили вместе с хозяином. Вон, смотрите, явно какой-то парадный дворик с красивыми колоннами. Вот эту вот статую я тоже помню очень хорошо со своего прошлого посещения. Вот обратите внимание, опять, вот то ли у них это действительно была типичная форма, то ли это какой-то почему-то у них был идеал. Помните, я обратила ваше внимание, вот в Хьюстонском музее изящных искусств я снимала и видела, что очень высокий таз у женщины. И здесь то же самое, посмотрите. от начала ног до выпирающих тазовых костей. Видите, какое громадное расстояние. Вот стандарт красоты у них был близок к стандарту у нас в 90-е, в нашей современной цивилизации, когда были в моде очень высокие и худые, с довольно широкими плечами и узкими бедрами. Девочки, а вот и цацки. Вот, видимо, вот так вот на шее это все предполагалось носить. Ну, без бороды, наверное. Я сейчас иду еще поясняющие стенды читаю и понимаю, что да, они по всему Египту ввели раскопки очень активные. Ну, возможно, не только военные годы, скорее всего, и после войны. В итоге тут потрясающе богатая коллекция. Причем она достаточно глубокая, когда ни один, ни два, ни три образца из, в общем-то, ну, похожих вещей, относящихся к одному какому-то классу египтологических артефактов, что дает возможность понимать, да, это характерно или это не характерно, да, находить какие-то уже тонкие более различия между ними и не мешать все в одну кучу. Вот какой паричок роскошный. Шкатулки инкрустированы деревом с туалетными принадлежностями. Посмотрите, как сохранились. Потрясающе. А, так, значит, все-таки что-то восстановленное. Да, у меня вопрос, а что там не восстановлено? Я прям почитала, там и дерево восстанавливали, и ручки восстанавливали, и медные части. Что там не восстановлено-то? Девочки, еще отсадки. Налетаем. Ой, боже мой, посмотрите, какие. Кому-нибудь бы такие вместо Пандоры вот такие вот шармы носить. Или вот такие. А, ну вот они, собственно, действительно вместо Пандоры и были. Вот эти левушки. Вот это, кстати, это не кольца, это, мне кажется, типа сережек со скоробеями. Кто сейчас от такой красоты откажется? Смотрите, какая тонкость. Я вот только думаю, что, а какое же тонкое было запястье, что вот этой длины браслета хватало. Что-то мне прям даже не верится. Ой, какое интересное, смотрите, с морскими раковинами жерелье. То ли это две части одного браслета, которые состегивались. И вот еще красивые эмалевые вещи. И вон справа внизу кобра, мне кажется. Как символ Египта, по-моему, верхнего. И вот так. Склепики, грубики, саркофагики пошли. Посмотрите, какая тонкая роспись. вот это вот уже подтвержденные, конопы для органов сосуда и крышечки к ним. Справа головы, это у меня крышки от конопов. насколько разнообразные саркофаги. Ну, я не удивлюсь, если они к очень разным векам принадлежат, и мода у них, соответственно, менялась не так уж быстро, и разнообразия, может быть, в единицу времени не было особенного, оно в итоге в коллекции лежат очень разные вещи. Смотрите, даже на самом простом саркофаге глазики обязательно нарисованы во избежание всяких нехороших последствий. Смотрите, еще красивое ожерелье и женские фигурки. А то как же без них-то? Вон там даже теленок с коровой. Вот этот вот золот просто крыша с нос вот этими статуями. Ну, конечно, они во многом воссозданы. Видно, ну, реставрированные, собранные из кусков. Но, конечно, впечатление они производят невероятно. Ко мне сейчас подошел смотритель и сказал, что в Мете нельзя снимать видео, а я не поняла, нигде не было прям четко этого написано. Фотографировать можно, а видео нельзя. Смотрите, сколько скоробей. Так что все, я тогда заканчиваю видео и вам буду снимать фотографии, потом, может быть, удастся из них видео смонтировать. тверк. heard, потом, куда я то, что, что. Тверк, Продолжение следует...